Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня я продолжаю снимать сюжет по вашим запросам. И мне пришло вот такое вот письмо от моей давней подписчицы, которая мне пишет Лилечка, спасибо вам за ваш труд, за ваши видео. Вы много рассказываете о том, что вы любите готовить, что вы любите путешествовать, что вы любите свою семью и заботиться о вашем доме и свою работу. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вещи в отношениях, в доме, домашняя работа, которую вы не любите делать, что вы не любите есть, что вы не любите во внешности, какая одежда вам не нравится, или если есть какие-то вещи, которые вы никогда не делали и не сделаете, и могли бы вы это озвучить. Ну, озвучить, конечно, я это могу, сделаю это с удовольствием, конечно, но как, сама бы я не додумалась, честно, снять такое видео, поскольку, ну, как бы, в основном всегда задают вопросы, Лиля, а что вы любите, а не то, что Лиля, что вы не любите. Ну, и поэтому, как бы, мне показалось это достаточно оригинальным, и, естественно, я отвечу на этот запрос и с удовольствием сниму видео, поскольку, как бы, именно такой запрос заставил меня задуматься над некоторыми вещами, поразмыслить и понять, что же действительно я не люблю. Итак, хочу, конечно, начать с отношений между людьми, между мужем и женой, в паре отношениями, между друзьями, соседями, родственниками. Что я не приемлю? Это первое, это ложь. Я считаю, какие бы ни были отношения, будь это семейные, или дружеские, или соседские, или просто даже приятельские, в этих отношениях не место лжи. Да вообще, я считаю, что ложь – это такая вещь, которая, ну, но я вообще не понимаю людей, которые этим занимаются. Я не говорю, конечно, о тех людях, которые, там, хотят как-то приукрасить, там, не знаю, свой отдых, или, там, свое какое-то, там, умение, что вот я, там, красивее всех рисую, или, там, лучше всех пою. Это, ну, это не то. А именно, вот, когда человек намеренно врет, вот, хотя знает, что об этом все узнают, и, ну, я не понимаю таких людей, однозначно. И не понимаю тех людей, которые сами таким занимаются, и людей, которые говорят правду, они им не верят, потому что, ну, как, за самими грех есть, видимо. Поэтому так происходит. Так, ну, и следующее, конечно же, предательство. Если человек предал один раз, это то же самое, как и ударил один раз, это будет повторяться, повторяться и повторяться. И поэтому, если вас предали один раз, я считаю, что, ну, этому человеку не место рядом возле меня, и я это не люблю, не приемлю. И, ну, предателей, от предателей стараюсь избавляться, не жалея выбрасывать их, ну, как я не знаю, стоптанные тапочки. Дальше, что бы я хотела обозначить, это я не люблю людей, которые используют в своих целях других людей. Вот, даже, ну, чтобы далеко не заходить, я приведу просто пример. Вот совсем недавний, когда вот у меня случилась травма, и одна моя знакомая, она прекрасно знала, что у меня вот такая проблема, она прекрасно знала, что у меня маленький ребенок, и как бы, что я нуждаюсь в помощи. И, ну, все это обходилось такими, ну, как, безу-безу, это, ну, типа, тем-тем и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и все. И тут происходит одна ситуация, когда уже, ну, уже на данном этапе, когда я уже хожу, когда я уже не все время лежу и уже начинаю двигаться, случается у нее одна такая ситуация, в которой ей просто-напросто необходима помощь моего супруга. И она, абсолютно не постичнявшись, звонит к нам, хотя это не родственница, это не близкий друг, просто знакомая, достаточно поздно вечером сообщает о своей проблеме и говорит, что она так нуждается в помощи, и что, ну, вообще, короче, ну, не видит выхода из ситуации, если мой супруг ей, ну, не поможет. И сразу же начинает предлагать свою помощь для меня, что если вот лиле понадобится, я же рядом, я же смогу, когда, собственно говоря, мне эта помощь уже не нужна. И вы знаете, это, ну, видно невооруженным глазом, шито белыми нитками, как вот русские пословицы говорят, что если бы не пришла к ней вот эта проблема, которую может решить мой супруг, то она бы никогда не предложила свою помощь. А так получается, что я вот нуждаюсь в тебе, вот я и тоже как бы рядом. Хотя она прекрасно знает, что на данный момент вот эта ее помощь, она мне сто лет не нужна, и что это как бы такая некая манипуляция, что вот я тоже хорошая, я вот тоже, значит, могу вам как-то что-то, ну, быть полезной. И вот я не люблю людей, которые, ну, как просто по чистоте душевной хотят помочь по доброте, вот, что человеку плохо, и я там предлагаю помощь. Может быть, я тысячу раз бы и отказалась. Но когда человек предлагает помощь из корыстных целей, вот это вот я, ну, не приемлю. Я не люблю таких людей и стараюсь, ну, как бы, по возможности избегать с ними вообще любых контактов. Потому что терпеть не могу, когда кто-то пытается меня как-то где-то использовать. Я это чувствую за милю. И, ну, с такими людьми стараюсь держаться на расстоянии. И еще один нюанс, который тоже мне не нравится в отношениях между людьми. Я не люблю за кого-то постоянно платить в ресторане. Здесь меня, я думаю, поймут девочки, которые имеют иностранных мужей. Когда вы приезжаете к себе на родину, то, ну, некоторые ваши знакомые ведут себя очень странно. Они считают и уверены на сто процентов, на миллион процентов, что вы обязаны просто-напросто привезти какой-то гостинчик из-за границы. И это ваша, ну, прямая обязанность пригласить их в ресторан, накормить, напоить, еще и с собой что-то дать. И я это пресекла очень быстро. Я это поняла в первый год моих приездов. Как бы, ну, естественно, когда ты уехал, когда ты приехал, ты стараешься всем своим там каким-то, может, коллегам, каким-то соседям, каким-то там друзьям привезти какие-то сувениры. И это, я считаю, нормально, поскольку, ну, кто-то едет в отпуск, тоже привозит, даже пусть это мелочь, какие-то магнитики. Но когда это входит в норму, в систему, и когда люди как бы ждут от тебя уже, не просто тебя, а ждут, что ты привезешь, и куда ты их пригласишь, и уже даже напрямую тебе об этом говорят, если я не люблю таких людей, и я не понимаю, почему я должна это делать, а они в свою очередь нет. Ведь когда я уезжаю, мне же ведь никто не дарит ничего, и никто меня не водит по ресторанам. В основном это происходило с моей, как бы, подачи вынужденной, не потому, что я это хочу, а как бы, что люди мне вот так вот в лоб говорят, что, а куда мы сегодня пойдем, пойдем там посидим в кафе. Ну, пойдем посидим. И как бы, когда приходит оплата, то даже не возникает вопроса, кто будет платить это, будет платить Лиля. Я как бы, вот это все я пресекла, и вот этого я не люблю. И я считаю, если ты не можешь себе позволить чего-то, то не надо открывать рот на чужой кошелек. Согласны со мной, не согласны. Мне как-то, ну, из смотрящих меня зрителей, к моему отношению к вот этой проблеме, я, мне абсолютно все равно, это мое мнение, это то, что я думаю. Не хочу говорить, что это только там на родине такие люди. Такие люди встречаются и здесь, и во Франции. И тоже приведу пример из личного опыта. Были у нас такие приятели, которые достаточно обеспеченные. Все, дом в собственности, уже с выплаченным кредитом. Машина достаточно хорошая, ну, и не одна, естественно, потому что здесь у каждого члена семьи совершеннолетнего имеется свой автомобиль. И это было как раз, ну, в первые годы, как после моего переезда. И, знаете, французы, они часто любят обедать или ужинать с друзьями в рестор. Это не какой-то там, ну, супер-ресторан, что где вы там на свадьбу, на юбилей, там, гастрономик, и что, ну, где деликатесы подают, а обычный, нормальный, хороший ресторан. Не забегаловка, а нормальный, хороший ресторан. И вот, значит, встречаем мы знакомых в супермаркете, и общаемся, они видят, что, как бы, мы поженились, и, естественно, говорят, ой, очень было бы приятно познакомиться с супругой, тем более с иностранкой. Давайте где-нибудь на эти выходные поужинаем. Хорошо, давайте. Мы собираемся, выбираем рестораны, и, естественно, приезжаем туда, ужинаем, разговариваем, беседуем. И когда ужин уже закончен, официант приносит счет, и, естественно, мой супруг кладет кредитную карточку. И эта пара, ну, как, они продолжают что-то рассказывать, так увлеченно, как будто бы даже не замечая, что уже счет был принесен. Я, как бы, в первый раз, я не обратила на это внимания никакого, потому что, ну, думаю, может быть, это такие близкие знакомые, как семья, что можно, ну, знаете, как сегодня там сестра за нас заплатила, завтра мы там пошли, ну, там, через неделю на другой праздник, это мы там за ее семью платим, или там родители, ну, ну, это, ну, как бы, в родственных отношениях такое приемлемо. Хотя, как я заметила, когда собирается несколько семей, то приносится счет, и сразу, ну, говорят, что разделите там на три части, и на блюдечко, где вот это вот чек лежит, каждый кладет свою кредитную карточку, и потом приносится терминал, и каждый набивает свой код, и, как бы, каждый платит сам за себя. Это, если, ну, собирается такая компания, как, ну, вот, в основном наши друзья так поступают. И, ну, первый раз так все это прошло, я ничего, никаких выводов для себя с этим не сделала, хотя заметила этот факт, что заплатил именно мой супруг. Затем, через какое-то время, опять мы идем с этими людьми в ресторан, и происходит аналогичная ситуация, тем не менее, что весь вечер они показывают на телефоне, где они отдыхали, показывают, что они там в доме сделали, рассказывают, что они там то-то, то-то, что это стоило там столько-то, столько-то, что они там машину поменяли, ну, и, короче, ну, люди имеют средства, чтобы вести нормальную, обеспеченную жизнь. И опять официант приносит счеты, опять мой муж кладет кредитную карточку, и опять приносят вот этот терминал, опять мой муж за всех платит. И, естественно, после этого я спросила, почему и в первый раз, и во второй раз, почему мы платим за всех? Говорю, мне это непонятно, если люди приезжают в ресторан на машине, которая дороже нашей тысяч на 15, если не больше, если люди рассказывают, как они меньший бассейн поменяли на больший, что им там обошлось несколько тысяч евро, чтобы вырыть эту яму, которая больше, что там надо было и дизайнера приглашать, ландшафтного, ну, и так далее, и так далее, чтобы не вдаваться в подробности. И 100 евро они зажимают за свое питание, за то, что они пришли в ресторан. И говорю, мне это непонятно, и, ну, честно скажу, мне это неприятно. Я не люблю халявщиков, сама такой не являюсь, и, ну, я не хочу проводить свое время с людьми, которые, ну, вот так вот себя ведут, потому что, ну, не люблю я таких людей, вот такая вот я есть, и раз уж просили рассказать откровенно, что я не люблю, я и рассказываю. Так, ну, если касаться внешности одежды, одежды, ну, может быть, сейчас кто-то удивится, ну, касательно внешности. Я человек такой достаточно толерантный, и к любой внешности отношусь очень нормально. Мне все равно панк передо мной, или это будет, там, я не знаю, наоборот, стиль такой школьной учительницы с каким-то, там, хвостиком или косичкой, или же это будет ярко накрашенная женщина, или совсем без макияжа. Я абсолютно мне, без разницы, прокрашенные волосы у человека или не прокрашенные, седые или розовые. Для меня единственное, что я не приемлю в женской внешности, это когда на женщине очень много татуировок, некрасивых татуировок. Хотя я не противник, я сама хочу себе уже, наверное, лет 10 сделать какой-то очень прозрачный, даже, если можно так сказать, рисунок на лодыжке, и все, я никак не могу к этому прийти. Ну, значит, я еще к этому не готова, как я считаю. Но для меня как-то не очень приятно. Это, ну да, я не хочу никого обидеть, любителей тату, абсолютно, потому что это выбор каждого. И когда это сделано красиво, то это другое дело. Но когда тату набиты по всему телу, и они абсолютно не гармонируют одна с другой, и сделаны разными мастерами, поверьте, во Франции очень много татуированных людей. И живя на побережье, и часто видя людей без одежды, на пляже, на море, приезжающих с разных частей Франции, и вы знаете, не всегда это смотрится красиво. И даже когда тело подтянутое, молодое, но оно все разбито какими-то непонятными фигурками, мне это лично не нравится. Хотя, это выбор каждого, я абсолютно не осуждаю, но просто высказываю свое мнение. Ну, по поводу, вот, ну, по внешности, это, наверное, все. Все остальное, я же говорю, я и к морщинам нормально отношусь, и ко всему остальному, к толстеньким, к худеньким, к средненьким, к рыженьким, к конопатеньким, мне абсолютно, внешность для меня, как бы, не очень имеет большое значение. Что касательно одежды, то я не люблю домашние халаты, поскольку был период в моей жизни, когда мы жили в общежитии, и вы представляете, на этаже было 25 комнат, да, если я не ошибаюсь, 25 комнат, и вот вечером, когда женщины приходили с работы, и было у нас две кухни, и вот, представляете, половина кухни, и все женщины в этих вот халатах, 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 и вот у меня осталось такое вот, ну, какое-то впечатление, ну, вот, я не знаю, какое-то как коммунальная квартира или что-то в таком роде, что женщина в халате, вот они какие-то у них всегда были какие-то, ну, засаленные, что ли, не знаю я, и для меня после этого, вот, как-то в детской памяти засело, что, ну, это очень некрасиво, когда женщина носит халат и я как бы предпочитаю даже спортивный какой-то костюм или какие-то шортики дома какая-то футболочка как сейчас на мне маечка абсолютно простенькая, но чтобы это был не халат, даже если он будет чистый, конечно я не имею ввиду халаты, которые мы одеваем как пеньюар, вот атласные у меня есть такие что утром встал, ты со спальни выйти в ванную комнату или же махровые или велюровые халаты, когда вы выходите из душа в холодное время года, а именно вот это халат как сменная домашняя одежда и еще что мне не нравится это искусственные меховые шубы не поймите меня превратно да, я не скрываю, я люблю натуральный мех, я ношу натуральный мех, как и кожу может быть это очень плохо может быть это неправильно я сейчас не хочу касаться этой темы, но меховые шубы, почему я не люблю у меня, сейчас я объясню когда-то, где-то еще в подростковом возрасте я помню, что мне мама купила очень красивый полушубок очень модно сшитый, он такой был, ну и стоил тоже не дешево по тем временам и как бы в те перестроечные годы купить какую-то такую хорошую вещицу, ну тоже не все могли поскольку и в магазинах не все, ну как много чего не было ну в общем те, кто родом из тех лет, они меня понимают и вот я была так рада ему, но как только стала я его носить, мое мнение резко изменилось во-первых, он был невероятно тяжелым и у меня болела шея и плечи это первое второе, в том городе в Украине, где я проживала зачастую шли такие, вот такой шел мокрый снег и когда ты приходишь в школу или когда ты возвращаешься из школы и этот полушубок, он промокал от этого снега естественно за время между курточками и шубами других детей он не успевал высыхать и ты опять вот это мокрое, тяжелое что-то одеваешь на себя, оно неуютное, оно холодное и ты идешь в этом домой, потом дома, оно тоже не успевает за ночь просохнуть и ты опять его одеваешь и как бы сушишь его феном ну короче говоря, у меня впечатление о меховых шубах это была одна единственная искусственная в моей жизни шуба больше я, какие бы красивые они не были, я их не покупала и еще какой минус у этого искусственного полушубка был он невероятно впитывал в себя запахи это, ну вот в школе если пекут там какие-то пирожки или там что-то подгорело у них и у нас раздевалка была недалеко от столовой и вот ты идешь домой и ты, извините, воняешь вот этими горелыми котлетами или какими-то там пирожками со шкварками ну в общем, или если проедешься, не дай бог, в лифте с соседом который подкурил сигарету или после того, кто курил в этом лифте то этот полушубок потом будет у тебя вонять именно вот этими вот неприятными вещами так что вот еще у меня из одежды может, конечно, сейчас кто-то смеется может кому-то странно но вот у меня остались вот такие вот неприятные воспоминания как бы я могу сказать, что я не люблю искусственные меха так, ну движемся дальше давайте про дом что я, какую работу в доме я не люблю я уже говорила где-то в каком-то видео давно-давно я не люблю менять постельное белье ни двухспальную кровать ни детскую, ни односпальную мне очень не нравится вот это перезаправлять снимать и это приходится летом я же говорю, что бывает раз в три дня ну раз в неделю стабильно я его меняю зимой немножко реже но для меня это, ну не знаю мне это не нравится и, ну не люблю я это делать второе действие по дому которое я тоже не люблю это раскладывать постиранные вещи те, которые на глажку раскладывать в шкафы и делить это Миленкина, это Артуркина это мужа и все-все-все вот это, это мое ну и короче трусики к трусикам бюстики к бюстикам полотенце к полотенцам для меня это, ну тоже это настолько такая тупая работа которая отнимает много времени и, ну не люблю я это делать а все остальное наверное по дому ну все остальное я люблю я люблю делать уборку я люблю пылесосить я люблю мыть я люблю чистить вытирать пыль как бы натирать деревянные лестницы с потолок мне это в удовольствие но вот эти вот две вещи я их ну не люблю вот это делать ну и наверное в заключение скажу о еде о тех продуктах которые я не люблю есть и о тех блюдах которые я тоже не люблю ну наверное начну с того что как бы я никогда наверное не осмелюсь попробовать а вообще не знаю потому что я тоже одно время кричала я никогда не буду есть лягушачьи лапки а сейчас вон лопаю трескаю и обожаю их просто так же как и устрицы так же как и мидии что думала никогда не осмелюсь даже ну не навернусь я на это а сейчас очень даже люблю так что ну на данный момент я не люблю тайскую еду это вот эти знаете белые личинки протеиновые вот те потом какие-то тараканчики и ну вот эти жучки то что там показывают что они любят они это едят и у них это считается как бы ну деликатесом я не знаю для меня наверное это не деликатес и как бы ну вот это вот вот эти жучки паучки сырые которые шевелятся и вы их едите я вот это ну не знаю вот это вот мне кажется что именно из каких-то блюд экзотических вот это я наверное не полюблю что касательно нашей кухни я не люблю шкварки вареные и плавающие в супе или в борще я их ну не люблю так же как и вареный лук я не смогу его съесть и ну мне просто станет плохо но это не мое и еще одно что тоже мне не нравится это мясо баранины мне не нравится запах его и может быть ягненка я ем и ем маринованного маринованного ягненка вот молодой ягненок он очень вкусный а вот баранина вот ну не знаю я может быть потому что в моей семье ее не готовили а больше как-то отдавалось предпочтение говядине курице свинине а баранина как-то ну не шла не знаю я но я я я не люблю даже шашлык если брать свиной или из баранины я выберу свиной так что мне особенно вареная баранина как бы если ее обжарить со специями все это еще как-то можно съесть но вареную баранину без не-не-не-не-не-не вот это вот я точно не люблю ну и на этом и все все остальное я люблю и как бы надеюсь я ответила на запрос моей подписчицы и видео было не очень скучным хотя я вижу что оно длинное но надеюсь что вы не скучали всем большое спасибо что вы уделили мне время провели его вместе со мной и до новых встреч на моем канале пока-пока до новых встреч я в